Коллекция джерси в первую очередь привлекает своим медным оттенком, своим цветом. Вот смотрите, муккалата тоже очень хорошо продается, коллекция выполнена из штампованного алюминия. Коллекция джерси, это на порядок выше коллекция, да, там кофейный цвет, она привлекает внимание. Но коллекция джерси тоже привлекает внимание, в первую очередь она привлекает внимание кованым алюминием. То есть эти сковородки выполнены из кованого алюминия. Да, сначала сковородку выштамповали, придали форму сковородке, кастрюле и так далее. А затем сама кастрюля дополнительно проходит ковку стенок и дна. То есть обратите внимание, если у макалата толщина дна 3,5 мм, то у джерси толщина дна составляет 5 мм. Стенок 3,5 мм, но возьмите коллекцию джерси в руки, коллекцию макалата и прислоните, посмотрите, действительно ли совпадает толщина. Ведь и у макалата 3,5 мм, и у джерси 3,5 мм. Но дело в том, что у джерси, нам всем кажется, что она толще, чем даже макалата. Почему технология ковки алюминия стоит намного дороже и при этом считается самой крутой технологией? Дело в том, что алюминий, он по своей структуре такой пористый, как пористый шоколад. Все представляют себе пористый шоколад. И когда алюминий проходит ковку, дополнительную холодную ковку, вот эта пористость, она исчезает, то есть он становится плотным, как обычный плотный шоколад. За счет того, что мы убрали эту плотность, он действительно, кованый алюминий может взять в себя еще больше тепла, чем, например, литой алюминий. Порядка 15% еще больше тепла, чем литье. То есть, в принципе, кованный алюминий по теплоемкости лучше, чем чугун. Потому что вся пористость, вся воздушная пористость, она вместе с ковкой уходит, и алюминий становится более плотным, дольше служит, за счет того, что он меньше подвергается деформации, чем обычный штампованный, например, алюминий. Итак, плотные стенки, больше тепла, более долговечный, за счет того, что не деформируется под воздействием перегрева либо механической деформации. Поэтому сегодня кованый алюминий считается самой дорогой технологией и самой лучшей посудой из всего, что вообще можно выбрать. За счет того, что мы проковали эту сковородку, эту коллекцию, у нас на поверхности образуется вот такой вот рисунок. Рисунок, сделанный за счет эффекта такой чеканки, образуется при ковке этого материала. Антипригарное покрытие. Здесь 3-титан. Это трехслойное антипригарное покрытие, тоже от компании WITFER. Это покрытие больше нигде ни у кого не используется. Это эксклюзивное антипригарное покрытие на основе оксида титана. В каждый слой добавляется оксид титана, для того, чтобы мы могли с легкостью пользоваться металлическими аксессуарами и не бояться, что со временем это покрытие разойдется, слезет и так далее. На сегодняшний день антипригарное покрытие 3-титан и 3-титан-спектру выдерживает до 45 тысяч циклов трения губкой с нагрузкой в 3 килограмма. На сегодняшний день это очень большой показатель. Если брать нагрузку в 1,5 килограмма, то это порядка 100 тысяч циклов. На ксилан плюс и 3-титан мы даем гарантию 2 года. И, соответственно, последнее, что я хотела бы сказать, что эта коллекция джерси, она привлекает внимание, конечно же, на полке среди всех остальных своим медным оттенком. А вот для того, чтобы этот медный оттенок сохранялся длительное время, снаружи эта коллекция также покрыта силиконовым полиэстером. Абсолютно гладким, скользким, как стекло. И, в принципе, силиконовый полиэстер – это вещество, которое отторгает, не впитывает в себя жир, нагар, масло и так далее. Поэтому на сегодняшний день силиконовый полиэстер – это самое удобное внешнее покрытие, за которым очень легко ухаживать. Ну и, конечно же, как же не сказать про ручки. Если говорить про кастрюли, то ручки здесь закрыты, обратите внимание, но при этом они пустые внутри. Если говорить о сковородках, то ручка там открытая, и она будет нагреваться. Об этом нужно предупреждать все-таки покупателей, давайте будем честными. Вот такие ручки нагреваются меньше, чем открытые на сковородках, потому что сюда нет свободного доступа воздуха, а воздух, который находится здесь внутри, он является очень плохим проводником тепла. То есть ручки будут нагреваться, но будут нагреваться крайне медленно. Ну и стекло какое у нас используется? Боросиликатное. Посудомойки можно мыть, коллекцию джерси тоже можно, но без крышки. Ставить духовку за счет того, что здесь ручки идут небакелитовые. И последняя, скажем так, новость 2018 года. Как вы знаете, бренду Рюндл в 2018 году исполняется 30 лет. Самому бренду Рюндл исполняется 30 лет. И вот буквально 12 февраля проходило награждение двух коллекций. Коллекции из Курион и Джерси во Франкфурте на Майне наградой Kitchen Innovation of the Year. На сегодняшний день Kitchen Innovation of the Year – это международное признание самых известных экспертов, ценителей посуды профессиональной и не только, и обычной потребительской среди всех брендов. Могу сказать, что на этой выставке во Франкфурте на Майне, выставка называется «Амбиент», на нашем стенде, когда наши продукт-специалисты праздновали победу, проходящий мимо мужчина остановился, посмотрел, увидел эти награды, состроил кривую мину и сказал, ну и что, зато мы лучше продаемся. И сразу стало понятно, что это был специалист бренда Тифаль, который год выставляется на Kitchen Innovation, но, к сожалению, а может быть и к счастью, бренда Тифаль до сих пор еще не оценили. Kitchen Innovation – это, конечно же, в первую очередь дизайн, ну и технологичность. И, как вы знаете, начиная с 2012 года, Рюндл ежегодно принимает участие, выдвигает свои новинки, коллекции в этой награде, в разных номинациях, и в технологичности, и в дизайне, экологичность, функциональность. И ежегодно, с 2012 года, мы берем награды. При этом Рюндл на сегодняшний день это единственный бренд среди всех посудных брендов, который является обладателем двух платиновых наград Kitchen Innovation. То есть это самая крутая награда, которая только может быть во всем мире по признанию посудных брендов.